Сначала берем перчатку для правой руки за сгиб. Сомкнув пальцы правой руки, одеваем перчатку на правую руку. Сгиб не расправляем. Теперь берем перчатку для левой руки и, сомкнув пальцы левой руки, одеваем перчатку на левую руку. Расправляем сгиб, после этого расправляем сгиб на правой перчатке. Дальше берем пинцета, серийный марлевый шарик, обрабатываем сперти и обрабатываем переднюю поверхность шеи от центра к периферии. Дальше берем спальпиль как перо на расстоянии 2 см от острия, левой рукой пальпируем щитовидный хрящ, большой и средний пальцы ставим на пластинки щитовидного хряща, большим указательным пальцем скользим вниз по срединной линии, находим нижний край щитовидного хряща, между щитовидным хрящом и перстневидным хрящом находится коническая связка. Нашли. Теперь пинцета. Делаем поперечный разрез кожи под кожей на 1 см. Дальше еще раз пропальпируем, убеждаемся. Так, теперь мы должны рассечь коническую связку. Рассекли. Теперь берем расширитель трусок, разводим края раны, вставляем трохиостомическую конюлю, поворачиваем вниз, удаляем расширитель трусок, продвигаем трохиостомическую конюлю, убираем проводник. Если конюля попала в трохею, мы ощущаем движение воздуха или дополнительно можем прослушать. Слушаем верхушки легких, дыхание есть, дыхание есть. Прислушаем основание, дыхание есть, дыхание есть. Далее фиксируем конюлю на шее и накладываем асептическую повязку. Процедура выполнена.